Ну что, очень стыдно перед нашим болельщикам, которые приехали, очень хорошо поддерживали команду. Я думаю, с этого матча только это основное, что можно вынести по игре. Практически все сыграли ниже своих возможностей, и то, что мы наигрывали, особенно в первом тайме, вообще ничего не получилось. Вообще, этот год хочется забыть, как страшный сон, потому что все, что делалось в этом году, все делалось неправильно, и то, что мы имеем сегодня, мы это заслужили. Сергей Иванович, сегодня вы отрядили на правый фланг Швецова, как и в предыдущих матчах, но сыграл он не очень уверенно, и в перерыве его заменили. Вам не кажется, что, может быть, это не его позиция? Нет? Молодой человек, на любой позиции надо уметь отбирать мяч, отдавать хотя бы ближнему. И почему я Швецова поставил, как и в этой игре, на фланг, как и в той игре, потому что я знал, что хорошее крайнее нападающее, если вы знаете, у Витебска там подстрелов играет, который может обыграть, скорость хорошая, да. Здесь играл Мукам, правильно? Вот, его задача была просто сыграть с ним поплотнее, ближе, не дать ему разбежаться и полностью его выключить. Он со своей задачей не справился, потому что, поэтому я его заменил. А отбирать мяч, какая разница, где его отбирать? В центре, на фланге, в центре поля, в атаке. Если ты отбираешь мяч, ты его везде будешь отбирать. Еще, пожалуйста. Сегодня Динамо много ошибался при выходе из обороны, с чем-то свяжете. Свяжусь с Морозом. Много игроков южных играл. Следующий вопрос. Много еще? Хватает. Сергей Александрович, символично, что Динамо тоже в какой-то мере поспособствовало лишению чемпионства БТ. Я говорю про футбол, а ты мне про... Это не футбол. Это не футбол. Давай следующий вопрос. Как оценишь игру Плотникова? Как оценишь игру Плотникова? Я сказал, что он сыграл. Вообще он этот год очень хорошо провел. Не хочу уже так... Он молодец, прогрессирует и он на правильном пути. Все, да? Больше не запросов. Футбольный. Спасибо, Ревер. Нет, есть еще один футбольный. Я как-то задавал, но вы не ответили. Все-таки почему в последних матчах отказались от схемы с тремя центральными, играете в два? А, я не ответил? Да, вы тогда забыли, заговорились. Не, не, не. Могу ответить. Чтобы играть в три, по системе 3-4-3, игроки должны соответствовать ряду критериев. Во-первых, это хороший прессинг должен быть на флангах. Это должна быть очень хорошая компактность. И ты должен обладать игроками, которые могут это выполнять, особенно тремя нападающими. И я тогда сказал, что у меня 6 центральных нападающих. Ну, 5 центральных нападающих, которые только как центральный нападающих можно использовать. То, что я даже белонога ставлю на фланг, это он больше все равно, как центральный нападающий. Понимаете? У меня нет игроков, чтобы играть в то, что я хочу играть. Ну, не соответствуют они. Спасибо. Хотя она мне нравится значительно больше, потому что она такая более... Она мне больше нравится. Спасибо. И вообще-то те два года мне нравились значительно больше, чем это. Ну, в следующем году мы увидим 3-4-3, да. Ты же все равно не определяешься. Ты на той игре был и все равно ошибся. Какая тебе разница, какая будет схема? Ну, ты же ошибся, правильно? Ну, ошибся, да. Ну, все, так зачем? Какая тебе разница схема? 11 на 11. Пока еще я не слышал, чтобы что-то менять. Ну, FIFA я пока не слышал. Я думаю, ты даже раньше меня узнаешь, если там что-то из меня не захотит. Спасибо. Все, больше не добраться, да? Спасибо. 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 Спасибо.